Отдых на берегу Волги – любимое занятие самарцев в летний период. Из-за жаркой погоды некоторые горожане уже начали спускаться к пляжам. Специалисты утверждают, открывать купальный сезон пока рано. Температура воды в Волге еще прохладная. Кроме того, спасатели еще не развернули свои посты, и в случае непредвиденных ситуаций помощи ждать неоткуда. Чтобы предостереть жителей города, в рамках месячника по безопасности на водных объектах сотрудники МЧС совместно с Самарской областной общественной организацией по спасению на воде провели рейды на городских пляжах. Основная задача – предупредить отдыхающих о возможной опасности и напомнить правила поведения на водных объектах. После недолгой беседы каждому вручается памятка, где рассказывается, как оказать первую помощь. Есть три категории отдыхающих, которые несут риски. Первая категория – это люди, находящиеся в нетрезвом и наркотическом состоянии. Вторая группа риска – это категория родителей с детьми. То есть это еще раз я уточню, чтобы родители никогда не оставляли своих детей у воды одних. И третья группа риска – это люди пожилого возраста. В силу своего возрастных изменили чего-то. Чтобы уберечь себя от неприятных ситуаций, достаточно придерживаться нескольких правил. Находиться на солнце без головного убора небезопасно. Перед тем, как войти в воду, стоит сделать небольшую разминку. Тогда шанс внезапного сокращения мышц минимален. Если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо внимательно прислушиваться к собственному организму. Резкие перепады температур могут спровоцировать обострение хронических болезней. И, конечно же, купаться нужно только в тех зонах, где есть спасательные посты. Эти простые правила должны знать как взрослые, так и дети. Для того, чтобы обезопасить самых маленьких жителей города, сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия с детьми в летних спортивно-оздоровительных лагерях. Планируется очень много мероприятий на этот сезон летний. Детские оздоровительные лагеря в большинстве своем открывают двери сезона. Это с 1 июня. То есть порядка второй-пятый день заезда каждой смены постараемся проводить там профилактические мероприятия. В первую очередь это те детские оздоровительные лагеря, которые задекларировали, что у них есть пляж. Традиционно пляжный сезон будет открыт ближе к середине июня. Вода успеет прогресса до комфортной температуры, а пляжные зоны полностью обустроят для посетителей. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.